Школьники Реутова И 10-11 классы. Выступления оцениваются по выразительности, по передаче, как ребенок передает у нас данное произведение, по качеству прочитанного произведения, но и по другим критериям. Для выступления участники выбрали отрывки из произведений Максима Горького, Александра Островского, Бориса Васильева, Антона Чехова, Игоря Северянина и других писателей. Некоторые конкурсанты не просто читали прозу, а подготовили театральные миниатюры. Я взяла отрывок из произведения «Азорь здесь тихий» Бориса Васильева. Это произведение просто мне понравилось, я прям влюбилась в него. У меня еще давно был куплен такой костюм военной формы, очень давно, и я, если честно, думала, что его не смогу сначала надеть, но, к счастью, смогла. Также папа мне дал свой пистолет, фирменный пояс, это все мы вместе с мамой придумали, составили. Моя душа лежит больше в химическом таком направлении, я буду ученым в будущем, буду изобретать, придумать даже лекарства от болезней, ну и все с этим связано. Поэтому это такой хобби именно. А вот для кого-то участие в конкурсе – это первые профессиональные пробы, возможность получить опыт и развить способности для осуществления своей цели. И, несмотря на неудачи, все равно стремиться к победе. Я в «Живой классике» участие принимаю уже на протяжении лет восьми. Решила в этом году читать Максима Горького «Мальву», потому что, во-первых, я очень люблю биографию самого автора, а, во-вторых, я это произведение отрабатываю на поступление в ВУЗ. Сам конкурс стал, можно сказать, основополагающим, потому что благодаря нему я изначально поняла, что хочу быть на сцене и хочу читать какие-то произведения, чтобы доносить их до людей и нести как-то искусство в массы. Очень хочу попасть в театр мюзиклов, либо играть на сцене у Терезы Дуровой, либо в театр «Энтерпризы». Результаты конкурса в Реутове объявят после 20 марта. Победителями станут всего три чтеца. Именно они отправятся на региональный этап «Живой классики» и поборются за выход в финал и суперфинал. Главные призы конкурса – путевка в детский лагерь, выступление на Красной площади и возможность поступить в театральный институт имени Бориса Щукина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова